Мы возвращаемся к главному событию сегодняшнего дня. 869 лет исполняются сегодня столицы нашей родины, Москве. Отмечают день рождения по всему городу. И вот Фёдор Червяков уже с нами на связи. Он работает сегодня в парке Горького. Федь, рассказывай, чем удивляет сегодня парк Горького? Да, Оль, привет! Парк Горького удивляет массово сразу на несколько площадках. Только что прошла торжественная колонна, и сейчас всё действие происходит на площадках. Вот здесь, Оля, работает воздушный театр. Вот дети бегают за воздушными змеями, ловят их, ну и вырывают друг у друга из рук. И на моих глазах уже два воздушных змея растерпанили. Ну вот сейчас подойдём к режиссёру этого театра. Это Павел. Павел, здравствуйте! Добрый день! Ну вы только детей гонять здесь будете? Мы будем гонять здесь всех. Сегодня весь день на фестивале Яркие Люди. Театр Уфо, воздушный театр Уфо. Мы запускаем таких наших классных персонажей в воздух. Мы решили, что театр должен быть не только на земле, но и в воздухе. И вот сегодня радуем наших маленьких и простых. Ну спасибо вам. Мы сейчас вам покажем ещё несколько площадок. Вот люди собрались здесь у балкона. На самом деле очень много людей. И вот там вот завораживающее зрелище. Сейчас мы до него дойдём. Это акробатический уличный театр. Вообще здесь представлено 30 площадок. Работают где-то около 30 уличных театров. Все они театры московские. Буквально по всему парку Горького они разбросаны. И на каждой площадке сейчас идёт зрелище. Но что самое интересное, вот после такой программы любой желающий зритель может выйти на сцену, попробовать себя в роли трюкача, какого-то акробата. Или ему могут дать роль, если это театр драматический. Вот, кстати, небожители сейчас выступают. Извините, пожалуйста, простите. Прессом мы в прямом эфире. Вот сейчас покажем вам кусочек этого представления. Ну вот, пока ребята не стали делать трюки, скажу, что все они профессиональные гимнасты. Некоторые из них циркачи. И нашли они друг друга в социальных сетях. Смисались. Показали друг другу своё мастерство. И решили вместе делать какое-то шоу. Кстати, вот эти все декорации, все вот эти вот технические моменты ребята спроектировали сами. Вот эти вышки, на которых сейчас они взбираются. Ну, есть они и сами себе постановщики, и исполнители трюков. Привет, ребят, нравится шоу? Охота записаться в гимнастику. Близкое расположение к нашему району Черёвушки. И самое, мне кажется, интересная программа. Ну, то, что театр любите уличное, да? Ну, вот, Оля, мы сейчас пойдём посмотрим другую площадку. И здесь много, и довольно много-таки представлено. Вот у фонтана площадки. Сейчас мы дойдём ещё вам, одну ещё очень интересную покажем. Это самый вкусный театр. Ну, вкусный можно в кавычки не брать. Это такое его название. И его сцена выполнена в стиле кухни такой. Очень много вот этой всей кухонной утвари. Вообще, очень много площадок разбросано по всему периметру. И вот, не знаю, мне кажется, за весь день не обойти. Ребят, здравствуйте. А у вас тут закончилось представление? Да, у нас закончилось. Мы ждали-ждали вас, но мы всё, ушли на них. Ага. А скажите, что тут происходило? Чем вы заворачиваете? Давайте пройдём, покажите. Да, пойдёмте, пойдёмте. У нас в три часа начнётся наш спектакль. Спектакль премьера. Это называется «Звуки кухни». Такая мечта. Потому что «Звуки кухни» — это, с одной стороны, что-то музыкальное. Но нам бы хотелось просто попутешествовать. У нас главный герой — мальчишка. Никитка! Никит, иди сюда! Быстрее, быстрее, бегом! И он играет, что ли, на этих всех инструментах? Никит, привет! Привет, Никит! Он, ну, мотивирует людей волшебством, чтобы они ушли из серой будни, ну, таких однообразных дней. Потому что кухня — это некий образ нашей жизни. Ну, у вас прошёл один спектакль. Люди-то как реагируют? А, не было ещё репетиции? У нас была репетиция, открытая на публику, на зрителя. Понятно. Большое спасибо. Ну, люди радуются, гуляют, отмечают день рождения Москвы, участвуют в театральных постановках. И, как вы уже видели, здесь и воздушный театр, и гимнасты, и акробаты. И вот такие интересные всякие подходы. Обязательно ещё зайдём, забежим на другие площадки. Вам всё обязательно покажем. Да, Федь, смотрю и прям завидую, потому что сегодня, в День города, столица такая красивая. И вы все можете участвовать в этих мероприятиях. Обязательно выходи с нами ещё на связь, найдёшь там что-нибудь, когда интересное. Это был Фёдор Червяков, он сейчас работает в парке Горького. Ну, а я напомню, сегодня 869 лет исполняется в Москве.